Возглашается приговор имени Российской Федерации 25 июня 2012 года Саратский областной суд составит председательство еще об суде Глупова Персекретарей Леонтьевой с участием государственного обвинителя Глупова Подсудимого Нефедова, защитника адвоката Сармина Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовные дела в отношении Нефедова Игоря Семеновича 2 марта 1963 года рождения Уроженца села Пушкова Каратарского района Алматинской области Республики Казахстан Русского гражданина Российской Федерации со средним образованием Неработавшего, женатого, меньшего наиждевения несовершеннолетнего ребенка Зарегистрированный проживавшего по адресу Краснодарский край, Красноармейский район, Покар-Паратовский Переулок, Школьный дом 7 Раннесудимого 7 июня 2006 года Дембинским городским судом Саратской области По пункту Г, часть 2, статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации К лишению свободы срока на 4 года Со штрафом в размере 100 тысяч рублей Освобожденному под выезду наказаний 9 октября 2009 года Обвиняемое в совершении преступлений Предусмотрено в частью 1 статьи 209 Установил Подсудимый Никедов создал устойчивую вооруженную группу-банду в целях нападения на граждан, а также руководил такую группу-бандой. Совершил убийство Балашова, организованной группой, сопряженной с бандитизмом. Похитил Хронина с применением насилия опасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия, и с корыстных побуждений организованной группы. Совершил вымогательство денежных средств у Хронина под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, организованной группой. Угрожал причинением вреда здоровью Венецкому в связи с его участием в качестве защитника при производстве предварительного расследования с применением насилия опасного для здоровья. Совершил хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное уважение к обществу, с применением оружия, организованной группой. Умышлено причинил Хилатова тяжкий вред здоровью, вызвавший значительную стойкую трату общей трудоспособности не менее чем на одну треть из хулиганских побуждений организованной группой. Незаконно приобрел, передал, хранил, перевозил обнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества, зеленые устройства, организованной группой. Обвинение, с которым согласился подсудимый Нефедов, обоснованное и подтверждается надлежащими доказательствами, собранным в ходе предварительного следствия, в том числе полученными при активном содействии подсудимого. Квалифицируя содеянные подсудимым Нефедовым, суд приходит к следующему. Действия подсудимого Нефедова, выразившиеся в создании организованной вооруженной группы банды в целях нападения на граждан и руководству такой группы банды, суд квалифицирует по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 8 декабря 2003 года. Действия подсудимого Нефедова, совершенные в составе банды по лишению жизни Балашова, суд квалифицирует по пунктам G и Z в части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 13 июня 1996 года, как убийство, то есть умышленное причинение смерти другого человека, совершенное организованной группой, сопряженной с бандитизмом. Действия подсудимого Нефедова, совершенные в составе банды в отношении потерпевшего Бронина, суд квалифицирует по пункту А, части 3 статьи 206 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 7 декабря 2011 года, как похищение человека с применением насилия опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия и скоростных побуждений, совершенной организованной группой. По пункту А, части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 8 декабря 2003 года, как вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, с применением насилия в крупном размере, совершенной организованной группой. А также по пункту А, части 3 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 8 декабря 2003 года, как грабеж, что есть открытые в течение чужого имущества, совершенной с применением насилия, необоснованной для жизни и здоровья организованной группой. Действия подсудимого Нефедова, совершенные в составе банды в отношении потерпевшего Венецкого, суд квалифицирует по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 7 декабря 2011 года, как угроза причинениям вреда здоровью в отношении защитника, с производством предварительного расследования, совершенной с применением насилия, опасного для здоровья. Хулиганские действия подсудимого Нефедова, совершенные в составе банды, суд квалифицируют по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 7 марта 2011 года, как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия организованной группой. Действия подсудимого Нефедова, совершенные в составе банды, в отношении потерпевшего Филатова, суд квалифицируют по пункту А часть 3 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 7 марта 2011 года, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойку утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенные из хулиганских побуждений, организованной группой. Кроме того, действия подсудимого Нефедова в составе банды, связанные с незаконным владением огнестрельным оружием, его основными частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, суд квалифицирует по части 3 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 25 июня 1998 года, как незаконное приобретение и передача, хранение и перевозка огнестрельного оружия и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой. Психическое состояние подсудимого суда сомнений не вызывает. Согласно заключению амбулаторной судебной психиатрической экспертизы, Нефедов обнаруживает психическое расстройство в виде психопатии возбудимого круга в базе компенсации. Изменения психики и подэкспертного выражены не столь значительно, не сопровождаются нарушением мышления, памяти, интеллекта, сохранены критические прогностические способности. В период инкриминированного деяния он кроме указанного выше психического расстройства, какого-либо иного психического расстройства, в том числе временного слабоумия, иного болезненного состояния психики не обнаруживал. Поэтому в отношении инкриминированного деяния он мог в полной мере осознавать фактический характер общественной опасности действий и руководителей. С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности Нефедова и заключении комиссии врачей, не доверять которому основания не имеется, суд признает подсудимого вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанием. В назначении наказания подсудимому суд учитывает характер степени общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности Нефедова, обстоятельства предусмотрены статьей 60 Уголовного кодекса РФ, влияние на наказание и исправление подсудимого на условия жизни его семьи, а также на достижение иных целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений. Активное и способственное раскрытию и расследование преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, а также наличие и неждевения у Нефедова несовершеннолетнего ребенка, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого. Кроме того, при назначении наказания подсудимого суд принимает во внимание состояние здоровья Нефедова, а именно наличие у него психического расстройства, не исключающего вменяемость. В достаточной степени, в полной мере, учитывая указанные сведения о личности Нефедова и обстоятельства, смягчающие наказание, суд находит, что в своей совокупности они не являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного подсудимого, поэтому не усматривает оснований для применения при назначении наказания положения статьи 604 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наличие подсудимого Нефедова судимости по приговору Ингельского городского суда Саратовской области от 7 июня 2006 года образует рецидив преступлений, который, как отечающее наказание обстоятельства, распространяется на совершенное Нефедовым преступление, предусмотренном в части 3 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, что учитывается судом при назначении наказания. Потерпевший Венецкий в судебное заседание не явился и не заявил в ходатайство о рассмотрении заявленного им на предварительном следствии гражданское иск в его отсутствие. В связи с этим суд оставляет гражданский иск, потерпевшего Венецкого, компенсацией морального вреда без рассмотрения. Путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно по совокупности преступлений, назначить Нефедову наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания Нефедова исчисляет с 25 июля 2012 года. За честь срок отбывания наказания Нефедова, время его содержания под стражей с 25 ноября 2010 года по 24 июля 2012 года включительно. Меру пресечения Нефедова доступления приговора законную силу оставить прежнее содержание под стражей. Гражданский иск Венецкого, компенсация морального вреда оставить без рассмотрения. Право, сроки, порядок его обжалований вам ясны? Ваше право участия в приказационном рассмотрении дела вам также понятно? Стороны вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания. Заявление на ознакомление с протоколом подается в письменном виде в течение трех суток с момента окончания судебного разбирательства. В этот же срок, после ознакомления с протоколом судебного заседания, стороны вправе подать на него замечание, которое рассматривается незамедлительно председательствующим поделом. На этом судебное заседание объявляется оконченным. Продолжение следует...